Синкевич Юлия Николаевна, учитель информатики высшей квалификационной категории гимназии номер 37, город Минск, Республика Беларусь. Тема её выступления — технология геймификации как средство развития информационной компетентности учащихся в условиях цифровизации образовательного процесса гимназии на примере учебного предмета «Информатика». Пожалуйста, Юлия Николаевна, Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Синкевич Юлия Николаевна. Я учитель информатики ГОГ-гимназия номер 37, города Минска. Моё педагогическое кредо — сделать так, чтобы простое было интересным, а сложное — доступным. Сегодня я хотела бы поделиться с вами своим опытом, как сделать урок более интересным, а учащихся — увлечёнными. Ну, это общий обзор сервисов и возможностей, которые я использую на уроке. Особенностью организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования является реализация компетентностного подхода к преподаванию учебных предметов. Особая роль в этом информировании информационной компетентности принадлежит учителям информатики. Проблему формирования информационной компетентности учащихся на уроках информатики можно решить, используя специальные методы приёма и технологии. Одной из таких технологий является технология геймификации. Интеграция информационно-коммуникационных технологий и технологии геймификации позволяет использовать возможности сети интернет, образовательных онлайн-платформ, облачных технологий, элементов дополненной виртуальной реальности. Геймификация – это мощная стратегия применения игровых механик к неигровым активностям с целью управления мотивацией и поведением групп людей. Геймификация урока – это способ вовлечения, удержания внимания и повышения мотивации учащихся. Фактически, это адаптация учителя под новых людей и их новый образ жизни. Цели геймификации. Вовлечение учащихся, повышение мотивации, выстраивание системы целей, отслеживание прогресса, получение обратной связи и наград. Я определила себе такие этапы внедрения геймификации в образовательный процесс. Во-первых, по вниманию аудитории контента. Во-вторых, определение учебных целей. В-третьих, структурирование опыта, выявление ресурсов и непосредственно применение геймификации. Мною определены следующие направления использования технологии. Во-первых, использование онлайн-сервисов для составления интерактивных игр. Затем создание игровых комплексов. Потом разработка образовательных квестов. И использование образовательных платформ для обучения основам программирования. Элементы геймификации применяются уже с первых учебных занятий информатики в шестом классе. Задействуются игры, хорошо знакомые учащимся, которые и формируют информационную компетентность, так как учат рассуждать логически, развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно. Я использую генераторы ребусов, генераторы кроссфордов и сервисы составления анаграмм на начальном этапе изучения информатики. Этапы закрепления или повторения пройденного материала можно организовать в виде игры. Например, своя игра, о счастливчик, кто хочет стать миллионером, морской бой. Применение таких игр активирует творческую и мыслительную деятельность, вырабатывает дух соперничества, сопереживания, позволяет быстро и эффективно повторять учебный материал. Чаще всего эти игры создаются мною в PowerPoint. Одной из разновидностей технологии геймификации является разгадывание и составление квестов. Учащиеся учатся сами добывать информацию, анализировать, систематизировать ее. Причем работа часто ведется в привычном для цифрового поколения интернет-пространстве и с применением элементов дополненной реальности, QR-кодов. Основой любого квеста является метод проблем. Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний при решении теоретических и практических задач, создающихся для этого проблемных ситуациях. Мною создаются квесты с использованием сети интернет. Образовательный веб-квест включает в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуется в первую очередь ресурсы сети интернет. Это интегрированная технология, объединяющая идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаимодействия в команде и информационно-коммуникационные технологии. Он направлен на применение или отработку знаний, умений и навыков. Имеет поисковый характер, содержит воспитательный потенциал. Мною разработаны квесты с использованием QR-кодов по следующим темам. История развития МВМ, построение диаграмм, обобщающее занятие по теме основы алгоритмизации и программирования, моделирование его этапа, история информатики в лицах. Для формирования учебного контента веб-квеста и в целях активизации познавательной деятельности я использую следующие интерактивные ресурсы. AdPuzzle позволяет сделать любое видео интерактивным. FairDesk превращает обычную презентацию в интерактивную. Weezer – интернет-платформа для создания интерактивных рабочих листов с широким спектром типов заданий. Quizzes – сервис для создания веселых многопользовательских викторин. Learning Apps – сервис для использования и создания интерактивных приложений. А для освоения элементов дополненной реальности используется интерактивное приложение Quiver. Учащиеся выполняют задания, раскрашивают картинку, а затем могут взаимодействовать со своим творением. Публикации веб-квестов возможны на сайте или блоге. Мною разработаны веб-сайты для проведения квестов по теме «Аппаратные средства компьютера», «Безопасность в сети интернет», «Обобщающие занятия по теме технологии обработки текстовых документов». Имея свой аккаунт в G-Suite, в принципе, мы можем пользоваться и Google-сайтами. То есть мы сами создаем эти сайты. Существуют готовые игровые интерактивные платформы для реализации образовательного квеста, такие, например, как Genially. Такие квесты обладают наглядностью, позволяют учителю самому выбрать оформление для визуализации информации и наполнить нужным контентом. Использование готовых квест-комнат на сайте Leonis.ru является одним из самых простых способов организации образовательного квеста и внедрения элементов геймификации. Принцип понятен. Нажимай на предметы, находи и выполняй задания, собери ключ, открой дверь и выйди из комнаты. Работа над веб-сайтом способствует развитию информационной компетентности, самообразования, умению работать в команде, навыку публичных выступлений. Мною разработаны рекомендации для педагогов по составлению квеста, которые размещены на виртуальном методическом портале гимназии. Изучение основ программирования – один из разделов информатики, который направлен на развитие логического алгоритмического мышления, для проведения факультативных занятий, но используется программа создания компьютерных игр на языке визуального программирования Scratch. Scratch – это инструмент для развития учащихся таких навыков, как информационная грамотность, коммуникативные навыки, критическое и системное мышление, креативность и любознательность. Благодаря простоте языка и среды Scratch позволяет учащимся легко научиться основам программирования. И в данной ситуации главным и основным субъектом деятельности будет учащийся. Педагог выполняет только функции тьютера. Такой вид деятельности позволяет учащимся ежегодно принимать участие в конкурсах. При изучении учебной темы «Основы веб-конструирования» в 11 классе используются возможности сайта HTML-академии. Обучение в нем позволяет работать с живым кодом, решая задачи, приближенные к реальному. Здесь есть возможность получить не только знания, но и умения. В процессе обучения учащийся сталкивается с испытаниями, принцип которых сверстает, как показано в образце. Именно по такому принципу работает большинство IT-верстальщиков. Таким образом, учащиеся знакомятся с профессиональными навыками будущей IT-специальности. Мною также подготовлена инструкция по подключению к образовательной платформе HTML-академии. При организации платных услуг в сфере образования по информатике я использую открытую образовательную платформу Code.org, которая интегрируется с Google Classroom очень хорошо и предоставляет возможность совместной групповой работы, программирования в парах, отслеживания результатов и так далее. Ну вот, в общем-то, это все, что я вам хотела сказать. Представленный опыт размещен на методическом портале гимназии, доступен для применения педагогами при организации проведения уроков не только по информатике, но и по другим учебным предметам. Спасибо за внимание. Юлия Николаевна, большое вам спасибо за ваш опыт, за предоставленные материалы. Я думаю, что наши уважаемые участники и педагоги, и преподаватели, и студенты зайдут на сайт гимназии и посмотрят эти разработки, потому что это очень важно, когда один человек что-то осваивает и делится своими знаниями, опытом с другими педагогами. Это очень важно в нашей педагогической профессии. Вопрос от университета Кулешова. Каким языком программирования вы обучаете своих учеников? Юлия Николаевна, пожалуйста. Сейчас, пока на данном этапе, мы изучаем с учащимися только язык прав Паскаль. Со следующего года уже планируем расширить и начать изучать язык программирования C. Сейчас язык программирования C-шарп у нас идет факультативно в 10 классе. Оксана Анатольевна, я бы еще хотела сказать, у нас со следующего года открывается профиль математика-информатика. И изучение информатики будет 3 часа в неделю. Ну, соответственно, язык программирования поменяется со следующего года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...